Музыка в средневековом Крыму Лира в поэзии – символ поэтического духа и вдохновения. Почему так? Лира родом из Древней Греции, она была атрибутом музыкантов, поэтов. В Древней Греции поэзия неразрывно связана с музыкой, исказителей. С ней изображались музы и боги, связанные с поэзией и искусством. Для нас же важно, что лира – еще и реальный музыкальный струнный щипковый инструмент, появившийся в Древней Греции в XIV веке до н.э., а на Ближнем Востоке – еще раньше. Сегодня мы попробуем представить, каким было звучание музыки в средневековом Крыму. Безусловно, средние века – обширный период, с V по XV века н.э. Более того, неоспоримых свидетельств о музыке этого времени мало. Наши главные помощники – археологические находки, изображения музыкальных инструментов на предметах быта и сами сохранившиеся инструменты. Вернемся к лире. Звучал ли этот инструмент-символ в городах Крыма? В 1910 году в Керчи, на территории некрополя Боспора, погребении второй половины четвертого, первой половины пятого веков до н.э. была найдена лира. Это очень любопытная находка. На лире играли и в средневековой Европе, но ее внешний вид и конструкция изменились. Здесь же инструмент имеет типично античные формы. Бронзовый резонатор в форме панциря-черепахи, 16 струн, натянутых на поперечине при помощи деревянных колков, и декор – изображение Ники и Ареса. К этому наблюдению мы еще вернемся, а пока давайте представим музыканта, играющего на лире. На лире музицировали сидя или стоя, держа инструмент по отношению к корпусу под небольшим углом. При исполнении использовали различные приемы звукоизвлечения, такие как защипывание струн и перебор. Правой рукой проводили по струнам, а левой приглушали ненужные звуки. Звучание лиры довольно тихое, чем-то ее звук схож с арфой. Арфа же считается самым древним щипковым инструментом еще с 3500 года до нашей эры. Играли на ней и в средневековом Крыму. Арфа имеет треугольную форму, состоит из резонансного ящика, узкой деревянной рейки с отверстиями для струн, переднего бруса в виде колонны, а также верхнего корпуса с колками для крепления и настройки струн. При игре на арфе часто используется глиссанда, быстрый перебор струн пальцами. При этом появляется целый каскад звуков, напоминающий искрящийся водопад. Жители крымских городов играли и на других инструментах родственниках лиры и арфы, например, на тригоне и кефаре. Все эти инструменты называются хордофонами, то есть музыкальными инструментами, в которых элементом, издающим звук, является струна или струны, натянутая между двумя фиксированными точками. Другая разновидность музыкальных инструментов – аэрофоны. Группа музыкальных инструментов, у которых первичным источником колебаний является струя воздуха. В Крыму играли на овлосе, серинге, трубе сальпинге и органе. Овлос – один из самых распространенных инструментов античного мира. Он напоминал современный гобой. Овлос состоял из конической или цилиндрической трубки и имел длину от 275 до 575 мм и 3-4 игровых отверстия. Позднее количество отверстий на овлосах доходило до 15. Трость не зажималась губами исполнителя, а полностью находилась во рту. Диапазон овлоса был приблизительно от ре первой октавы до ре третьей. Исполнитель обычно играл на двух инструментах или на двойном овлосе. Орган в его более или менее современном понимании был изобретен в 285-222 годах до нашей эры. Инструменты больших размеров появились в IV веке, в VII и VIII веках устройства органа усовершенствовали. Наиболее распространенным в Крыму ударным инструментом был бубен-тимпан. Тимпаны активно используются в музыке с V века до нашей эры по наши дни. По способу звукоизвлечения входят в группу барабанов, бубнов, тамбуринов. Круглая основа обтянута кожей, которая выступает в качестве резонатора звука. Через века тимпан прошел, почти не претерпев изменений. Он быстро распространился среди народов Востока и Средневековой Европы. В целом ударные инструменты использовались для сопровождения танцев в составе ансамблей. Известны три крымских изображения бубнов, совершенно аналогичных античному тимпану. Мы можем сделать вывод, что раннее Средневековье в Крыму, по сути, законсервировало античную музыкальную систему. Жители крупных городских центров все еще хранили традиции поздних Древней Греции и Рима. Позже, в XI-XII веках, в Крыму появляются новые инструменты. Так, в 1988 году в Алуште было найдено блюдо с изображением персонажа, играющего на горизонтально лежащих гуслях. И танцующие женщины. В XIV веке Крым знакомится с виолой. Виола – предшественник скрипки и виолончели, популярнейший представитель музыкальной культуры эпохи Возрождения и барокко. Струнный смычковый музыкальный инструмент, название которого с итальянского языка переводится как «цветок фиалки». Несмотря на то, что внешний инструмент схож с семейством скрипичных, его звучание сильно отличается. Звук виолы очень мягкий, матовый, бархатистый. Из всех средневековых смычковых струнных инструментов виола – самый благородный и самый сложный для исполнителя. В основном все эти инструменты найдены на территории средневековых городов, в которых было очень сильно влияние византийской культуры. Музыка была важной частью повседневной жизни как знати, так и простых людей. В императорском дворце и на ипподроме играл орган, пели хоры. Странствующие музыканты давали представления на площадях. С другой стороны, укрепление христианской церкви на полуострове привело к распространению другого вида музыкальной практики. Христианская ортодоксальная музыкальная культура отрицает инструментальную музыку, любые танцы. В средневековом Крыму, скорее всего, существовали две христианских музыкальных традиции – ортодоксальная и католическая. Еще один важнейший музыкальный пласт – музыка крымских татар. Исследователи полагают, что и эта музыкальная традиция испытала на себе большое влияние старогреческой музыки. Старинные музыкальные инструменты крымских татар – зурна, барабан, саз, киманча и другие – общие для многих народов Крыма. В Крыму проживало множество народов, певших, танцевавших, игравших на музыкальных инструментах. Так в истории и культуре Крыма оставили заметный след готы и хазары. Сохранились сведения и у их музыки. К сожалению, в коротком рассказе невозможно воспроизвести богатый музыкальный мир средневекового Крыма. Однако мы можем представить его как разноцветное полотно, соединившее в себе традиции самых разных культур – античной, германской, гуннской, тюркской, монгольской, византийской, армянской, еврейской и ранне-итальянской. Ударь по виоле, прикоснись к лютне, разбуди арфу, вдохнови флейту. Пойте хвалу вашей покровительнице, пойте в веселых и гармоничных песнях. Из Генри Пёрсала.